МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кулинарных рецептов много и не бывает. На пороге гостей вы ищете вкусный рецепт для праздничного стола или просто хотите удивить своих близких чем-нибудь новеньким? Тогда загляните на нашу кухню. Блогер и шеф-повар в проекте 50 рецептов первого раскроет секреты приготовления вкусных блюд. Итак, запускаем кулинарное производство 50 рецептов первого. Просто вкусно! Кулинария как любовь. В нее нужно либо окунуться с головой, либо вообще не погружаться. Задержите дыхание, ныряем. Это будет отличный день. С вами Марина Кондратьева и Александр Кириенко. Здравствуйте. Сегодняшнюю нашу встречу предлагаю посвятить блюдам белорусской кухни. Вас ждут оригинальные рецепты, красивая подача и приятная дегустация. В котлах же бигас прел. Такого слова нет, чтобы описать его по вкусу и по цвету. Адам Мицкевич. Тадеуш. Пантадеуш. Пантадеуш. Да, сегодня будем готовить бигас, блюдо, которому несколько столетий. Которое пришло к нам, наверное, со времен Речи Посполитой, я думаю. Ну, где-то да. Ближе к Польше оно, наверное, к национальной польской кухне, но в то же время и наше родное. Расскажи, Саша, что еще будем готовить сегодня? Мы также еще приготовим одно известное белорусское блюдо, которое многие сейчас удивятся. Но это качка в вине. Качка? Качка. Утка, что ли? Утка в вине. Да, утка в вине. Красота. И в вине готовили в Беларуси? Да. Вот. И дополнено мы все это крамбамбулей, правда, безалкогольной. Какой у нас сегодня национальный, сочный, колоритный, аутентичный выпуск. Друзья, я уверена, вам должно быть интересно. Не только же итальянской пастой и испанской паэльи нам питаться. Пора уже вспомнить о том, что готовили у нас в Беларуси. Давайте приготовим качку. Утка, запеченная в винном соусе. Утка, растительное масло, мука, анчоусы, красное вино, лимон, сахар, соль. Биггас с грибами и черносливом. Свежая капуста, квашеная капуста, томатная паста, клюквенный джем, тмин, шампиньоны, чернослив, горчица, растительное масло, лавровый лист. Безалкогольная крамбамбуля. Мед, вода, специи для глинтвейна. Готовили биггас преимущественно в шлехетских домах. Из мелко нарубленного мяса с добавлением чего-то кислого. Лимон, уксус, щавель и даже крыжовник использовали. На сегодня вот эти все кислые ингредиенты заменили квашеной капустой. Но ее, насколько я знаю, смешали еще и с обыкновенной капустой, для того, чтобы разнообразить вкус блюда и сделать его более ярким. И более насыщенным, более сочным и более таким, знаешь, мягким. Потому что свежая капуста при тушении, она становится такая мягкая. И она придает, наверное, приглушает вкус кислоты, придает нежность. Баланс такой получается. Она делает такой баланс, баланс свежести, баланс такой мягкости. Я приступаю к шарикованию капусты. А я буду делать качку. Саша, расскажи нам про качку, как ты ее выбирала, какой вообще подход нужен к утке при покупке. Ну, ты знаешь, на самом деле я вчера попал в такую неловкую ситуацию, потому что было два производителя, которые выпускали утки. И оба пакет был не видно, то есть самого продукта было не видно. Поэтому я выбирал инсы. По интуиции, да, я брал вес, который больше, то есть она жирнее, соответственно, я так считал. Хорошо, а в случае, если мы видим утку, на что стоит обратить внимание? Ну, самое, знаешь, что очень часто, вот мы как шефы для себя ставим в приоритет в утке, это насколько хорошо она ощипана. Серьезно? Это важно? Да, это очень важно. Это говорит о том, что производитель где-то там ускорил этот процесс, да, и решил где-то немножко, там, может быть, сэкономить, да, схалтурить. Понятно. Еще? Еще, ну, естественно, по упитанности. То есть утка все-таки должна быть жирной? Да, она должна быть жирной. А если я не хочу жира от утки? Вот, если я не хочу... А ты его вытапливай. Вытапливай, то есть получается диетическое? Ну, смотри, у нее жир получается только вот здесь вот, в грудине, да? Да, здесь ноги у нее не жирные, больше ничего нет жирного. Поэтому, то есть если ты возьмешь худенькую такую вот щупленку, как вот наша... Там вообще ничего не будет, если... Да, кушать там особо нечего. То есть если, да, по-любому жир там есть, и если он вытопится, мясо практически не останется. Да, да. Поняла. Поэтому жирная утка – это неплохо, это больше мяса. В 18-19 веках в понимании литвинов слово «бигас» означало нечто очень мелко нарубленное. Поэтому если на семи один шляхтич другому кричал «бигасовать его!», это означало порубить на мелкие кусочки. Какая технология на сегодня, Саша, приготовление «бигаса»? Ну, все, наверное, упростили, но мы с тобой будем все-таки делать ближе, знаешь, к оригинальности. Оригинальность этого еще, этой еды в том, что ставили ее в прогоревшую печь, да, то есть, ну, печь прогорела, больше нет угля, все это скомпоновывали, складывались. Да, и ставили, чтобы оно томилось. И чем дольше, как говорили, чем дольше стоит «бигас», тем он больше напитывается, и тем он более сочнее. «Бигас» можно готовить из практически всех видов мяса. Это даже может быть смесь различного мяса, да, Саш? Да. Какое мясо мы сегодня избрали для приготовления «бигаса»? Никакого. Мы сегодня с тобой делаем «бигас без мяса». Стопочки, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Что это за хитрости такие у нас тут? Как это «бигас без мяса»? Какой это «бигас?»? Где это видано «бигас без мяса»? Ну, у нас мясо будет отдельно, утка у нас, видишь, она будет отдельно, а «бигас» будет сам без мяса. То есть вегетарианский? Вегетарианский, но, поверь мне, в нем будет столько всего, что мясо тебе даже не понадобится. Как интересно, друзья, вот это особенный подход. Даже если вы любите «бигас» и постоянно готовите его дома, сегодня у нас абсолютно новая версия исполнения этого блюда. Саш, достаточно ли столько капусты? Капуста должно быть в два, а то и в три раза больше, нежели квашеная, потому что она уменьшится именно столько в размерах. Чуток подкрошу еще. Чуть-чуть, чуток добавь, пожалуйста. Я же буду обжаривать утку. Правила обжаривания утки, Саш, мы узнаем сегодня? Сильно раскаленная сковорода. Масло, я вижу, добавил. Чуть-чуть масла мы добавили. Несмотря на то, что в утке... Она, да, сама будет жир пускать. Никаких специй, никакой соли, ничего? Нет, пока ничего нету. Будем обжаривать ее с двух сторон, потом будем выкладывать и заливать готовым красным соусом. В очень редких богатых домах в Беларуси несколько столетий назад выращивали виноград, но вино в Беларуси не особо распространенный напиток. Конечно же, больше всего Беларуси готовили и пили пиво и квас. Было очень много пива варено в нашей стране. Некоторые из них сохранились до сих пор и активно продолжают варить хорошее пиво. Саш, так почему же тогда наша утка в вине, а не в пиве? Ну, ты же согласишься со мной, что на территории страны было вино, потому что его привозили для зажиточных, богатых людей. Ну да, согласна с тобой. Поэтому мы приготовили... Было и утка в вине, да. Да, были и слишки, может быть, и поэтому появился такой рецепт. У нас трое больше свежей капусты, нежели квашеной. Ее мы сейчас обзарим на растительном масле. Разогреваем его в кастрюле. Таша, ты уже... Очень быстро будем обжаривать на растительном масле. Я боюсь, чтобы она не протушилась. Ее так много. Может быть, съесть половину? Нет, не стоит. Я смотрю, количество жира увеличилось. Да, в два раза. Мы будем параллельно с тобой заниматься приготовлением соуса. Рассказывай о нем. Это очень легкий, простой соус. Мы возьмем... Анчосы. Как это по-белорусски. Анчосы. Это современный акцент. Я понимаю, это нормально. Хамса. В оригинальных рецептах есть такое слово «хамса». Есть такое слово, даже продукт такой есть. Да, это тот же самый анчос, только он называется. Моя губка очень опасная женщина. Очень опасная. Она постоянно стреляет в меня. И в меня тоже, кстати. Да? Я думала, она только к женщинам так относится. Нет. Я буду частями выкладывать капусту, чтобы она не тушилась, а именно обжаривалась. Итак, я солю, перчу капусту, Саша, или пока никаких спецов не добавляют? Пока нет. Никаких спецов, пожалуйста, не добавляй. Просто обжариваю. Хорошо. Просто обжаривай. У тебя есть лопаточка? Есть. Да, я взяла, спасибо. Отлично. Любишь ли утку, Саша, ты? Я очень люблю утку. На самом деле, я, наверное, слишком много свинины и курицы съел в этой жизни, что вот утка и другие виды мяса. То есть ты понимаешь китайцев, которые лидеры по выращиванию уток в мире? Я тебе больше скажу. Это поедание, извините. Я не только понимаю, я хочу к ним съездить и разделить кучу поедания утки. Утку любят также во Франции. Из нее готовят удивительное вкусное блюдо. И что касается жирной утки, то ей прекрасно подходят кислые вкусы. Квашеная капуста, яблоко антоновка. Это могут быть какие-то ягоды, алыча, либо смородина. Это прекрасные ингредиенты для утиных блюд. Блюд из утки. Вишня, клюква, брусиника. Ты жаришь анчоусы, Саша? Немножко распускаю их. У нас тут весело. У нас тут любовь. Дымно. Любовь на кухне царит. Любовь к еде и к процессу приготовления. Итак, обжаренная утка отправляется немножко отдыхать. Погрели анчоусы. Сейчас мы их измельчаем. Я пытаюсь выжарить, слегка хотя бы обжарить капусту. Белокочанную, сочную, молодую. Может быть, у кого-то из белорусов уже созрели свои кочаны. Ну, рано, наверное, еще. Ну, все же. Все же. Есть, может, такие умельцы. Конечно. У нас, как и хочешь, умельцев хватает. Итак, распустили анчоусы. Распустили? Да, они превратились вот в кашицу такую для соуса. Как элемент вкуса. Анчоусы очень популярны в итальянской и испанской кухнях. В Италии их добавляют в пиццу, в пасту. И, конечно же, анчоусы являются ингредиентом, основным ингредиентом большого количества соусов. Можно я тебя попрошу подать мне муку? Конечно. Спасибо. Итак, добавляем к анчоусам 2 ложки муки. Даже можно 2,5. Обжариваем муку с анчоусами. Это у нас такая будет зажарка. А ты анчоусы на растительном масле обжаривал? Да, на небольшом количестве растительного масла. Я смотрю, что его можно даже еще добавить. Добавить, держи. Еще немного добавить. Много анчоусы брать не стоит, потому что они имеют очень яркий и насыщенный вкус. Я бы сказала селедочный вкус, но гурманы меня, конечно же, пожурят за это. Нет, они тебя пожурят. Это же анчоусы. Это же анчоусы. Это уже специи. Это же деликатес вино. Какое вино берем? Красное сухое вино. Красное сухое вино. И начинаем частями добавлять его. Какого года? Какой страны? Таш, ты же поясняй. Секрет. Не могу выкладывать полностью все секреты. Ну как не можешь? Мы же для этого тут и собрались. Ну, это информация не совсем нужная. В общем, берите любое сухое красное вино. Да, любое сухое красное вино. Покажи, как это происходит. Камера перемещается, чтобы показать зрителю. И не упустил, чтобы зритель ни один элемент приготовления такого необычного соуса. Ты не перебрался в лукой? Очень необычного. Нет, очень необычного соуса. Мы можем еще сюда по необходимости добавить либо бульон, либо воды. Поняла. Ну все. Капуста уже слегка обжарилась. Есть даже моменты, где видна корочка зажаристая. И начала тушиться, естественно. Большое количество. В этот момент добавляй кислую капусту. Кислую у нас она с клюквой. Да. Как указывает производитель, белорусская. Конечно, белорусская. Кто же еще может приготовить вкусную кислую капусту с клюквой? Никто. Никто, кроме белорусов. Я уверена, не справится с этой задачей. Лимон. Можно я тебя еще попрошу? Лимон. Конечно. Саша, добавлять ли сюда воду, жидкость? Что вот у меня с капустой пока все хорошо. Нет, ничего не добавляй. Какие мои дальнейшие действия? Дальнейшие действия. Просто тушить ее. Да. Я тебе еще попрошу, пошинкуй, пожалуйста, половину шампиньонов. Конечно. Смотри, мы в вино, в наш соус добавляем еще сок лимона. Сок половинки лимона. А пошинковать прямо вот так вот тоненькими просто пластинками? Да, да, да. Сок половины лимона. Сок половины лимона. Таким образом, в нашем соусе оказались капелька растительного масла, анчоусы, немного муки, сухое красное вино, вода, соль и лимон. Воду можно заменить на бульон. Бульон, да. Бульона у нас сегодня нет, бигас у нас вегетарианский, необычный подход такой. Любой литвин бы нас за это бигасовал, как говорится. Бигасовал бы, да, на много-много частей. Но мы в 21 веке можем себе позволить экспериментировать на кухне. Грибочки будем отдельно обжаривать, Саш? Да, я уже сковородку, я уже, видишь, даже подготовил сковородку. О, спасибо тебе. Сейчас я тогда их обжарю с радостью. Я бы уже обжаривать грибочки, потому что запах, который поселяется в этот момент на кухне, он, ну, он бесценен, согласитесь. Итак, обжариваем грибочки. А, у меня готов соус. Ух! У меня готов соус. Я поливаю утку. Саш, бигас вегетарианский. Где ты взял этот рецепт? Какой белорус это сделал, придумал бигас без мяса? Это, скорее всего, был не белорус. Есть такие люди. Есть такие люди. Я, да, не буду, не буду говорить. Смотрите, сейчас мы обжарим шампиньоны. Как только начинают пускать воду, мы добавляем вот этот вот следующий секретный ингредиент. Горчичку? Горчичку. Я отправляю утку запекаться. Выглядит так, будто она в ягодном соусе каком-то. Хотя, так и есть ли, но это в некотором роде ягоды. В некотором роде это ягоды. В некотором роде это они. Итак. Солю, перчу, Саш, нет? Нет. Добавляйте, пожалуйста. Да, если сегодня ничего не посолю, перчите. Дай, пожалуйста, туда горчицы. Пускай немножко обжарится, наверное, да, чтобы корочка взялась. Я добавлю чернослив. Вообще, пишут, что его нужно порубить, но мы с тобой добавим целый. Мы с тобой этого не будем делать. Да. Мы лучше его вытушим так, что он разойдется по нашей капусте. Так, добавляй горчицу. Уже попустили шампиньоны шоу. Сколько нужно горчицы, Саш? Ложица? Всю добавляйте? А, всю добавляйте. Такие две жирные чайные ложки. Обжарились. Добавляй сюда. В основной ингредиент наш. Необычное сочетание, ты знаешь, грибы и горчица. Что-то неожиданное. Что-то будет неожиданное во вкусе, я так понимаю. Что-то будет неожиданное во вкусе. После того, когда мы еще добавим томатной пасты. Это будет абсолютная бомба. Томатной пасты. И. 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 Клюквенный джем. Варенье, что ли? Клюквенный джем. Что творишь, Саша? Я делаю. Наши предки тебя проклянут? Нет, именно так они и делали. Так, напоследок еще, естественно, тминка. Это без тмина. Извини, я люблю тмин, поэтому я добавлю. Поэтому его будет много. Хотим мы того и не делаем. Лавровый лист, буквально два листика. По идее, мы еще должны добавить соль, но мы не будем это делать. Какой ты? Сейчас мы это все перемешиваем, уменьшаем огонь. Если совсем все сухо, мы можем добавить или бульон, или воды. Давай, наверное, водички немножко, да? У тебя есть? Да, у меня есть водичка. Ага. Добавляем водички. Накрываем крышкой, скорее всего. И оставляем томиться. Томиться, как в печи. Да, а тем временем мы с тобой приготовим безалкогольную крамбамбулю. Что ж, друзья, в духом шкафу у нас томится в винном соусе утка. Вот на этой варочной поверхности будет томиться вегетарианский бигус. И буквально через одну минутку мы начнем приготовление крамбамбули. Правда, безалкогольной. Но от этого и вкуснее, наверное. Крамбамбули – это медовый напиток на водке с большим количеством специй. В прошлом это был напиток знати. Объяснялось это тем, что специи очень дорого стоили. Поэтому только богатые дома могли позволить себе выпивать время от времени крамбамбулю. Какая же у нас сегодня крамбамбуля? И что будет вместо водки? Вода. Вода? Вода. Как скучно звучит. Ну, извините. Есть прекрасно все. Сотейничек понадобится. Мы возьмем, сейчас немного нагреем сотейничек. И в сотейничке немножко прогреем специи, чтобы они раскрыли свой аромат. Какие специи используем, Саша? И какие специи традиционно используют для крамбамбули? Ты знаешь, для крамбамбули специи, говорят, много не бывает. Поэтому гвоздика, душистый перец, обязательно корица, обязательно что-нибудь еще. Но мы пошли другим путем. Мы взяли готовую специю, которая в магазине для глинтвиина. Поняла. Чем она хороша? Тем, что в ее составе входит все то, что нам нужно. У нас здесь анис, у нас здесь душистый перец, у нас здесь корица, у нас здесь кардамон. У нас здесь все, кроме цедры апельсина, которые нам не нужны. Надо сказать, что если бы крамбамбулю не придумали наши предки, ее бы придумали сейчас. Потому что напиток согревающий, специи имеют такое свойство, как утепление вот изнутри. А мы все-таки народ в некотором роде северный, поэтому постоянно хочется греться. И напиток этот как нельзя лучше нам подходит. Даже с водой. Итак, вода. Мы специи залили водой, сейчас доводим до кипения, выключаем, ждем, чтобы чуть-чуть остыло, вводим туда мед, по желанию можете туда лимон, чай, кто угодно, и крамбамбуля безалкогольная. Готово. Итак, утка в студию. Пора. Она у нас получилась такой нежирной, да? Саш, жир мы весь оставили в сковороде. Или мы его использовали в запекании? Нет, мы не использовали его в запекании. Мы оставили все в сковороде. Какой необычный у нее внешний вид. Тебе крылышко или ножку? Ножку. Ножку. Да. Хорошо. Утиную ножку мне, пожалуйста. Утиную ножку. А что мне? А мне тоже ножку. Возьмем соус. Напиток у нас настоялся и приобрел такой янтарный глубокий цвет. Знаешь, бывают ведь и прохладные летние дни, правда, Саша? Иногда хочется чего-то согревающего вечером посидеть где-нибудь на веранде в доме или на лавочке. И не обязательно, чтобы это было алкогольное? Конечно, вовсе не обязательно. Это может быть вот как разновидность чая, как вариант. Иногда, знаешь, бывает так, хочется чего-то заварить. А чего все чаи надоели, хочется нового вкуса. И вот берешь и варишь кромбамбулю на воде. Тем более, что быстро. Да, очень удобно. Она больше даже запаривается, нежели варится. Просто нужно специям дать время настояться и раскрыться. Итак, и медик добавляем, да, Саш? Или ты уже добавил? Я уже добавил. Я уже все, Марин, добавил. Все у нас уже готово. Да, все полностью готово. Сказать нечего. Я думаю, что стоит украсить мятой. Туда по веточке мяты еще. Сейчас. Подай мне, пожалуйста, две веточки мяты. И еще одну. Спасибо. Пожалуйста. Прямо вот так вот окунем сюда ее, и она там красиво распустится. Надо высоту соблюсти, чтобы она окунулась как можно лучше. Так, утку я тоже сделал. Это ножка тебе. Спасибо. Ух ты, красиво как получилось. Прям картина. Вот тебе глубокие тарелки для Бигаса. Да, и теперь выход Бигаса. Спасибо. Ароматы какие. Слушай, Бигас такой цвет приобрел. Важно, чтобы он получился таким темным, наваристым, таким прям вот, чтобы все вкусы там перемешались, пропитались друг другом. Именно такой он у нас, видишь, и получился. Да, и получился, верно. Значит, все правильно, за исключением отсутствия мяса. Что ж, друзья, наш белорусский обед готов. Мы предлагаем вам присоединиться к нашей дегустации, ну, чтобы узнать о вкусах и о том, стоит ли готовить эти блюда. Мне кажется, что стоит, но прежде чем убедиться в этом мнении, давайте попробуем. Саш, на дегустацию? Идем на дегустацию. Для приготовления утки, запеченной в винном соусе, мы использовали Утка, растительное масло, мука, анчоусы, красное вино, лимон, сахар, соль. Для приготовления Бигаса с грибами и черносливом мы использовали Свежая капуста, квашеная капуста, томатная паста, клюквенный джем, тмин, шампиньоны, чернослив, горчица, растительное масло, лавровый лист. Для приготовления безалкогольной крамбамбули мы использовали Мед, вода, специи для глинтвейна. Панове и паненке, да вашу ваги, судовные белорусские стравы у нас сегодня. Бигас, утка в вине и крамбамбуля. Пробуем? Конечно. Начнем с Бигаса. Вегетарианского. Ммм, какой ароматный. А ты еще возьми сейчас на слева. Только вкусов. Хочется к нему, конечно же, прикуску добавить. Куточки. Да. Ты знаешь, да, как-то хочется. Вот как-то. Сашка, какая восхитительная утка. Неплохо. Я чувствую вино отчетливо. Причем не вино, а именно танины. Вот этот винный аромат. Восхитительное получилось блюдо, друзья. Готовьте утку в вине, не пожалеете. Сладкий, ароматный, согревающий, пряный напиток крамбамбуля. Безалкогольный. Угу. Ай, как вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. Ммм. Он еще немножко остыл. Какой же ароматный. И мед такой прям вот как из сот прям. Такое чувство, что специи усиливают вкус меда. Они есть, они и так усиливают. Друг друга так вот, друг на друга влияют. Так положительно. Друзья, не забывайте о белорусской кухне. Готовьте традиционные, аутентичные белорусские блюда. И напоминайте своим деткам, в том числе, о том, что в нашей кухне присутствуют такие удивительные блюда, как бигас и уточка в вине. Не волнуйтесь, у вас все обязательно получится. Главное, чуть-чуточку старания и пойти купить нужные продукты. Мы ждем вас в Инстаграм, 50 рецептов на Ютьюб и здесь, на телеканале Беларусь1 по выходным. До новых встреч. Оставайтесь с нами.